всем привет богатейший дина связи какой день недели самый лучший пятница нет суббота ну близко но все равно нет а день рождения да нет же это день зарплаты некоторые люди получают зарплату раз в две недели другие каждый день а третий не получает ее вообще кстати а вы получаете зарплату или нашли дело по душе пишите в комментариях и так вам заплатили теперь ваш карман трещит из-за налички и вы готовы использовать эти деньги но лучше не делайте с ними то что делает большинство если вы продолжаете делать то что делают все вы и закончите как все а вы точно не хотите так закончить правда итак это пять вещей которые не нужно делать когда вы получили зарплату первое прежде всего не будьте теми людьми которые после получки сразу же бегут в instagram и выкладывают фото аля вау смотрите этот парень только что получил зарплату вы никого так не надурите все мы знаем что у вас руках 100 бумажек по одному доллару который вы прикрыли сотни баксов и нет никакой разницы заработали ли вы тысячу долларов или сто тысяч если вы показываете это на публику все вдруг захотят стать вашими друзьями и помочь вам их потратить серьезно так это и происходит йоу бро как дела вообще у тебя давай ка сегодня затусим покажем как мы можем зажигать бро вася это ты что ли откуда ты взялся братан я с тобой пять лет уже не общался откуда у тебя вообще мой номер люди не хотят чтобы вы копили или инвестировали свои деньги это же скучно они хотят чтобы вы тратили деньги при этом имеют желание в этом участвовать все вокруг вообще не должны догадываться что у вас есть деньги второе вы только что заработали 3000 долларов и думаете а как же мне превратить их 30 тысяч если вы так думаете то мне это уже нравится давайте я посмотрю как действительно успешные люди это провернули и скопирую их путь да это хорошая идея или нет например фреду смиту создателю fedex в свое время нужно было покрыть расходы этой компании в размере 24 тысяч долларов иначе компания бы погибла на счету компании оставались последние 5000 баксов которые фред решительно снял и улетел в лас-вегас где выиграл казино 27 тысяч долларов этим телодвижением фред удержал компанию на плаву а теперь он долларовый миллиардер ну все я иду в казино пожалуй эта история успешного человека точно не подходит для копирования вкладывать свои деньги в лотерею это все равно что выкинуть их мусорное ведро и прокрутить три раза надеюсь что из ведра вылезет мусорный монстр и даст вам миллион долларов шанс выиграть лотерею один к 175 миллионам я думаю что если вы посетите 175 миллионов ресторанов представитесь дональдом трампом и попросите покушать за спасибо то как минимум дважды вас покормят бесплатно 3 прекратите тратить свои деньги на глупости у меня есть друг который купил зонт за 400 долларов при том что него постоянно нет денег нет постоянного источника дохода зато есть куча долгов зачем зачем ему зонт за 400 долларов вам нужна еда место жительства есть вещи которые вы хотите например джинсы а кроме этого есть абсолютно глупые вещи сверх дорогие зонтики которыми ты пользоваться то не будешь если вы хотите покупать такие вещи ладно но сначала убедитесь что вы можете себе это позволить правило 5 если вы можете купить 5 таких вещей значит вы можете себе их позволить четвертое не будьте транжирой когда большинство людей получает зарплату они начинают быстро это все дело тратить купить новую мебель купить новый телефон купить то да сё и вдруг а денег то больше нет теперь им нужно ждать следующей зарплаты потом снова вот блин деньги закончились опять это выглядит как бесконечный цикл получил деньги потратил деньги получил деньги потратил деньги создавайте файл excel запишите свой доход на самом верху и потом распишите куда уходят ваши деньги куда они должны уходить и пятое последнее хватит слушать продавцов я был продавцом да я работал в магазине где продают мобильные телефоны и аксессуары вместе с зарплатой мне платили еще небольшой процент за количество проданных наименований товара поэтому я делал все чтобы люди покупали самый дорогой то есть самый подходящий для них вариант кроме этого нас учили общаться с людьми так чтобы они точно завершили сделку люди даже не хотели ничего покупать но уходили с покупками это не значит что продавцы плохие и злобные чуваки все же хотят жить дело не в этом а в том что вам нужно знать а вам нужно знать свои цифры поэтому в следующий раз когда вы придете в магазин выбирать холодильник за 200 долларов а к вам подойдет товарищ консультант и предложит невероятный холодильник в 10 раз дороже при этом вам нужно оплатить всего 200 долларов сейчас а потом платить по 100 долларов на протяжении 25 месяцев не ведитесь я хочу чтобы вы развернулись к нему посмотрели ему в глаза и сказали нет после чего консультант спросит а вы точно уверены мы бы могли договориться на 80 долларов в месяц плюс бесплатная соковыжималка в подарок если вы прямо сейчас его купите не поддавайтесь искушением хватит покупать вещи которые вы не можете позволить и рассчитывайтесь только наличными средствами кстати новый айфон вышел пойду-ка оформлю кредит шучу меня зовут богатейший ди подписывайтесь на канал ставьте лайки и распоряжайтесь своими финансами разумно до скорого а